добрый день дорогие друзья мои подписчики мои гости я хочу поблагодарить вас за ваши теплые отзывы за то что вы смотрите спасибо вам огромное пожелать вам всего самого наилучшего успехов и всего-всего что вы сами себе желаете но сегодня я снимаю ролик очередные мои находки может быть не так находки как вот ну вот дети это выставили в коробочку чтобы выбросить а я им всегда говорю что будете куда-то выставлять выбрасывать сперва мне покажите и вот я прихожу и навожу ревизию вот они выставили эти три подсвечника на выброс эти два сердечка и вот этот даже не знаю как его назвать это как ледышка да очень тяжелая но смотрится хорошо мне кажется но в год декорации делать что-то с ним можно придумать я сперва думала что это подсвечники что это молочное стекло нет это современное все она покрашена но это стекло и это такие они для темной мебели ну прекрасно же смотрят сюда подсвечник эти не подсвечник а свечку поставил в три этой зажег их но прекрасная атмосфера в общем я их забрала и вот это сердечко по моему даже я им когда-то давала в общем молодежь много не любит всего и вот у меня теперь опять что-то появилось теперь я хочу показать вам свой сервиз знаете я по моему частично его где-то показывала он прилетел к нам посылка еще сразу когда мы переехали в германию но он не и как сказать не долетел кое-что разбилось ну теперь уже столько лет прошло ничего не поделаешь иначе так должно было и быть и вот я сейчас перебираю все и думаю надо-ка его показать но супницу я и стала доставать вы супницу точно видели потому что если я вам напомню что у нее не было крышки но я потом купила и подобрала крышку вы вспомните кто меня смотрел ну вот красивый такой сервиз до того я его люблю он на 12 персон и это я хотела сейчас вот раньше не обращала внимание разобраться почему раньше так было мы сейчас покупаем троечки да десертную тарелку ну и парочку там блюдечка и чашечку а вот это столовый сервиз он на 12 персон да да рассчитан ну кое-что разбилось и в него входило вот это большое блюдо сейчас я вам покажу внизу стоит видите какая красота и рисунок такой мне кажется многие уже догадались чье это производство это тут это лилии и незабудки наверное он такой у него такой рисунок нежный милый даже не знаю как его назвать и по краям идет позолота такая мы им пользуемся но когда гости пользовались сейчас все меньше гостей у меня уже и другая появилась посуда но в посудомоечную машину стать мне его очень жалко я точно не знаю можно его или нельзя в общем мою я не знаю как его руками вот теперь в таких же 12 вот таких суповых тарелочек и скажем плоские тоже есть да я не стала их уже брать и и он так красиво смотрится на столе когда все расставишь теперь у меня уже нету 12 теперь у меня уже их 11 тарелок осталось одна разбилась как в дороге так а ну-ка маленьких тоже наверное не все но ладно теперь я вам покажу что туда еще входило вот такой как свой салатник да тоже он красивый ну рисунок везде одинаковый и он какой-то такой от него исходит такая нежность исходит какой-то шарм в нем есть теперь вот такой как называется спецовник или как для специй да для горчички может быть видите такая пимпочка тут я уже видела в некоторых роликах частично кофейный сервис такой есть женщина одна показывала кофейник и я не помню были кружечки или нет я сразу узнала что точно как у мой сервис да теперь еще вот такой красавец соусник если кто-то внимательно смотрел то в нем у меня неделю назад лежали или стояли засушенные засушенная рябина но смотрите он нисколько вот не выцвел не поблек ему уже столько лет мы почти 30 лет здесь его прислали скажем а как когда его купили в общем лет 30 ему уже есть да такой вот ажур вокруг и тут такая рифленка идет на ножке это соусник такой красота красотой до чего симпатично этот рисунок не знаю может мне только так и нравится но очень он милый очень милый так теперь покажу вам еще вот были такие тарелочки как это вот как десертные да не как а десертные вот теперь я думаю почему в столовом сервизе оказались десертные тарелки если десертные были то должны были быть и кружечки или там ядр чашечки вот я теперь даже не могу вспомнить были они их не было неужели так продавались сервизы это суп это для супового набора все было а для вот чая или кофе ну раз десертные были для чего то же они их продали вместе он входил в столов сервиз не знаю вот интересно теперь мне смотрите какая красота теперь я вам покажу чей он да вы я думаю догадались опс не так сейчас повернем чехия мады и чехи еще републик файны порцелан гант мады гант мады ручная работа это это ручная роспись что ли а ну-ка сейчас мы ее еще раз хорошо разглядим сбоку как-нибудь но если гант мады значит что то же это ручной ручной может быть позолота нарисовано может цветочки подрисованные в любом случае он очень симпатичный ну как вы думаете напишите свои отзывы меня очень не смущает но мне очень интересно почему в этом наборе оказались десертные тарелки может раньше так делали продавали вот так наверное на этом я буду заканчивать свой ролик спасибо вам огромное что смотрите я всегда рада отзыву обратная связь нужна как вам так и мне и я очень рада когда вы пишете всего вам доброго мира добра уюта сейчас уже скоро осень столько темы разнообразие можно на осень показать в роликах рассказать но мы еще лето не проводили да будет потом бабье лето еще и тогда будем говорить про осень и только тогда мы поймем как быстро летит время пока пока мои хорошие я вас обожаю